Кузнецов Алексей Олегович и Мария Живина Мария Владимировна. Вопросов было достаточно много. Единственный вопрос, на который судья откровенно не дал возможности ответить, это оказывалось ли на нас воздействие до того, как Николай Николаевич задержали. Я сказал, что в Думе депутаты заранее заявили, что мы преступники, заранее заявили, что мы предатели. Не раз заявляли полиции, что надо их наказать. И Пивоваров заявил о том, что правоохранительным органам надо бы разобраться. На попытку Николая Николаевича уточнить, кто такой Пивоваров, я хотел уже было сказать, что это вице-губернатор, это огромное давление. Судья тоже сказал, что нет, 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 фамилию, пожалуйста, это должностные никакие не называйте. Это не является разбирательством. Тем не менее, я попросил в протокол занести, что это вообще-то вице-губернатор, это откровенное было давление на полицию, но занесут или нет. Но судья сказал, что стоп-стоп, это вообще не вопрос разбирательства. То есть политическая составляющая этого вопроса судью совершенно, на мой взгляд, по моим вопросам-ответам, не интересовало. Интересовало чисто факты, кто пошел, что сказал и так далее. Вот это то впечатление, которое у меня сложилось. На самый главный вопрос, почему его задержали, почему меня не задержали, я пока ответа не нашел, не выходя в политическую плоскость, я ответа не нашел. Поэтому вот этот вопрос повис и вопрос откоррект суду. С моей стороны это огромная польза, я искренне рад, что это сейчас все происходит, потому что по предыдущим заявлениям вице-губернатора Саратской области, по предыдущим заявлениям заместительно начальника главного управления МВД по Саратской области, речь шла о квалификации именно захвате отдела полиции, что является тяжкой статьей. И если мне сейчас инкриминирует непосредственно данное административное нарушение, согласно Конституции мы знаем, что два раза отвечать по одному и тому же преступлению закон невозможным считает. Но в силу того, что мы живем в России, в принципе, наверное, на это тоже можно закрыть глаза, но это хотя бы какая-то гарантия того, что по уголовной статье меня дальше привлечь не смогут. Потому что, как заявлял господин Астапович, заместитель начальника по общественным отношениям МВД Саратской области, это ваша вина, здесь оружие, здесь отдел полиции, виноваты в этом вы. А позже господин Пивоваров на заседании в областной думе делал похожее заявление, что вами будут заниматься следователи, правоохранительные органы, что все в целом говорило о том, что вот это громкое заявление, ну, по крайней мере, которое громко было воспринято о движении в Государственную думу, власть восприняла как призыв к действию, что нужно этому всячески противодействовать, и вот мы видим конкретный результат, прям незамедлительный. Очень интересно, что в ходе изучения доказательств нам был предоставлен список, вынуждены были предоставить список. На территории Саратской области 15 человек было штрафовано за участие в акции 31 января, большая часть из них получила общественные работы, другая часть получила штрафы, у некоторых дел до сих пор находятся в стадии рассмотрения, по крайней мере, это следует из документов. Очень важно, что ни один из 15 участников не был признан организатором данной акции, а значит, у правоохранительных органов нет оснований говорить, что эта акция была незаконная, что само по себе абсурдно. Так что так, перерыв объявлен на 10 минут, я с вашего позволения... Спасибо, спасибо, Николай.